Вы можете себе представить Волочкову, который кто-то волочет в церковь, разве что только из нее демонов выпить? О, какие замечательные усы! Ну-ка иди сюда, ну-ка сюда, как тебя зовут? У него было всегда щедро, стол накрыт, ешь, пей, что хочешь, ну такой вот он был. Утоли мои печали, Натали. Это был его первый шлягер, конечно, с клипом, молоденький, хорошенький. Ну что-то мне подсказывает из того бывшего опыта, который мы имели. С Волочковой нет никакого мужчины, нет вообще, в принципе, физически он не существует, никакой жених не имеет места быть, а еще тот, который ее сразу же в церковь повел. Она что, предполагаю, не закусывала в тот день вообще, что ли? У нее что там уже, призраки? У нее галлюцинации? Вы можете себе представить Волочкову, который кто-то волочет в церковь, разве что только из нее демонов выпить? Вот только лишь для этого. Какая еще Волочкова? Какая церковь? С какими еще признаниями? Ну что, мы будем смеяться? Мы тут взрослые люди. Нет, врет Волочкова. Врет, как всегда. А если и есть человек, допуская какой-то там, то вот это вот все, вот это вот все, конечно, Волочкова придумала сама, вот эти все россказни про него. Он об этом даже лесным недухом. Знает ли он сам об этом? Я думаю, что нет. Не догадывается. Если даже кто-то, какой-то, извините меня, ненормальный, решил поиграться с Волочковой вот в эту ее игру под названием «Очередной жених Волочковой», то мне этого человека жаль, потому что все это закончится плохо. Он уйдет в небытие, она про него скажет что-нибудь плохое, скажет, что он был жадный и даже не подарил ей, например, автомобиль. Нет, мои хорошие, никакой ожившей сказки в случае Волочковой не бывает. Нет, не бывает. Волочкова, она женщина, так сказать, быстрых действий. Любой человек, который попадает, так сказать, в ее обзор, в ее формат, я знаю просто из первых узлов, люди рассказывают. Она тут же начинает вести себя очень бойко, когда понимаешь, что мужик вот буквально рядом с ней. Любой, абсолютно любой. Даже, извините меня, тот, который, ну, мягко говоря, на женщин смотрит только на телевизионных шоу и рассказывает, как он их любит. Даже этот любитель, вы понимаете, типа вот большой ценитель бабушкиных морщин, даже и он попал туда же, в ее церкви и объятия, насколько я понимаю. И он мне лично рассказывал, как он бежал, теряя тапки просто из-за ее, этой так называемой, прекрасного, замечательного, гостеприимного дома. Потому что, ну, это было невозможно, это было нереально. Это был какой-то просто полный кошмар. Этот абьюз со стороны Волочковой, он не знает никаких границ. Слушай, ну, мы представляем, что они оба были, ну, так сказать, подмухой. Да, они подрались, потому что оба что-то там они не поделили, но при этом все были, все были сильно навеселе. Если, я так считаю, что если, конечно, там вот какой-то там разбитый нос, разбитый, даже не сломанный, а просто немножко расквашенный, в принципе, помириться можно. Можно. Если на тебя напали, и там тебе, там, условно говоря, тебя пнули, не сильно, не унизительно, не разбитый в тебе части тела. Я думаю, что помириться можно. Как-то договориться, а, ты лезешься. Слушай, я заявление заберу, это будет стоить тебе миллион рублей. Но, опять же, это мое, вот сейчас, это мое допущение. Я имею на него право. Поэтому, я думаю, что вот примерно это так и закончилось. Я очень хорошо знаю нравы шоу-бизнеса российского. Очень хорошо. Почему-то. Он мог и сам предложить миллионы. Вот именно взять и предложить миллион рублей. Вот он из тех. Вот мне кажется, что он такой широкой души мужик. как Лепс. Просто, потому что меньше для него унизительно. Я дам тебя миллион сужаю, иди гуляй. А я буду песню свою петь. Натали. Утоли мои печали, Натали. Это был его первый. Первый шлягер. Конечно, с клипом. Молоденький там. Хорошенький. Еще такой, знаете, так сказать, свежий. Замечательный. Господи, позже этот дом. Дело в том, что есть, вероятно, я так думаю, последняя воля Бориса, которая была им подписана и прописана. Сражаться за наследство, ну, совсем. Это уже бесполезно. Если воля была записана, Борис это сделал, квартира была переписана Гороха на Маяковском. Я в этой квартире бывал, как и многие другие люди из шоу-бизнеса. Я тоже там был, в гостях у Бориса. В присутствии большой компании это всегда было. У него всегда было весело. У него было всегда щедро. Стол накрыт. Ешь, пей, что хочешь. Вот такой вот он был. А про брата, про его никогда слова не было сказано. И вот теперь он появился, этот его брат, ну, нет, нет. Все было расписано, вот все. Борис заболел тяжело. Потом к этому тяжелой болезни прибавился рецидив этой болезни. И тогда они точно взялись и расписали все, что кому отходит. Извините. Все было сделано. Да, дело в том, что Лия, как бы там ни было, кто бы там с ней не здоровался, он все время будет ниже статуса этой замечательной актрисы. Это всегда будет кто-то рядом с Лией. И я думаю, что это должно, так сказать, вот этого человека немножко, ну, так, в чувство приводить. Того, кто с ней там отказывается здороваться, между прочим. Потому что он не разделяет ее взгляд. Ну, допускаем, что есть такие люди, вот они взглядом не разделяют, и он решил, что он здороваться не будет, ну, мало ли он заразится от Лии Меджидовны, например, ее вольнодумствами, да, этим. Такое же может быть у людей всякое. Помните, да, этот кейс, когда из какого-то многоэтажного дома пытались выселить фонд, пытались выселить людей из квартиры, дети, которые заболевали раком, они приезжали, им нужно было где-то с родителями остановиться, они приезжали из провинции, и они останавливались конкретно в этой квартире, которая оплачивала фонд для этих детей. Так вот, жители дома кричали, уберите от нас этих детей, мы от них заразимся. Вот так и этот, мало ли, может, он подумал, что он тоже заразится, какому-нибудь болезнью, вот от Лии Меджидовны, ну, вот той самой, что я назвал, вольнодумие. И решил, дай, буду обходить ее стороной, не здороваться. Но при этом Лии остается Лией. Что бы ни происходило, дождь пойдет, листья облетят. Лия Ахиджакова – это очень большая артистка. И это очень масштабный человек, несмотря на то, что она вот такая кохотная. Она вот такусенькая, ну, такая маленькая. Я видел ее в «Современнике» на премьере «Грозы». Главной роли была Татьяна Яковлевна. И там я видел Лию Ахиджакова. Поэтому я считаю, что Лии вообще не стоит огорчаться по этому поводу. Просто забить. У Лии есть зритель. Не просто зритель. Это не зритель, который приходит, ну, вы меня извините, посмотреть на Садальского или посмотреть на Бузову в какой-то роли, в какой-то... Нет, ребята. Это зритель, который понимает, на кого он пришел. И зритель, который любит Ахиджакову. Именно любит. Такие актрисы еще живы в России. И они гастролируют. И они играют. Они выходят на сцену. Их не так много. Именно их любят безумно. А Ахиджакова там. Она это заслужила. Миллионом своих маленьких вот таких вот ролей, которые были сыграны так интимно, так безумно. И с такой любовью к людям, что вот сейчас она этим пользуется и живет на этом, на этом, на всем. И ей достаточно этого всего, поверьте мне. Знаете, ей должно быть не холоднее, не жирнее. Ахиджакова. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...